МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот некоторые темы выпуска. Служу Чуваши. Назначен новый министр внутренних дел республики. Позови меня тихо по имени. В Ночбоксарске просились с бас-гитаристом группы Любе Павлом Усановым. Почем сосульки с крыши? Какие услуги входят в графу содержания жилья? Сегодня личному составу представили нового министра внутренних дел по Чувашии генерал-майора Сергея Неяскина. Указ о назначении был подписан 12 апреля этого года. На представление приехал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Сергей Неяскин начал свой профессиональный путь более 35 лет назад. Работал участковым по делам несовершеннолетних, возглавлял оперативные подразделения, руководил районным отделом, а затем возглавил целую службу в соседней Мордовии. К Чувашию переведен из Саратовской области. Я уверен, что его деловые, личное качество, умение принимать правильные решения позволят существенно укрепить правопорядок и законность Чувашской республики. Он пришел сюда уже на хороший коллектив. Владимир Колокольцев в вступительном слове указал на ряд направлений, по которым важно активизировать работу. Это обеспечение прав граждан, защита от криминальных посягательств, повышение раскрываемости преступлений. Отступая в обязанности должности министра, я хотел бы поблагодарить вас, старшему министру, за доверие. Те задачи, которые перед нами поставил президент, которые поставили вами, коллеги МВД России, они будут выполнены. Сохранить то, что здесь наработано, и приумножить те традиции, те положительные тенденции, которые есть в МВД республики. Самое главное, это обеспечить безопасность и прав каждого гражданина от преступных посягательств. Глава региона, приветствуя нового министра, подчеркнул, что в республике организовано эффективное взаимодействие органов власти и правоохранительных структур. Самая главная наша задача, товарищ генерал, это повышение доверия населения к органам власти всех уровней. Мы тоже, как вы сказали, работали на благо Чувашской республики, на благо нашей Российской Федерации, чтобы общественно-политическая ситуация была и оставалась стабильной. Сегодня глава Чувашии и правительство республики провели в Заволжье зеленый субботник. На территории пострадавшей от пожара в 2010 году были высажены сосны-двухлетки. Напомним, огнем было уничтожено 10 гектаров леса, а половина из них уже восстановлена. Молодой лес растет хорошо. Михаил Игнатьев выразил надежду, что сосны, высаженные сегодня, приживутся. Чувашия заняла второе место в Приволжском федеральном округе в рейтинге субъектов по уровню развития информационного общества во всероссийском списке республика на 13-м месте. При составлении рейтинга учитывались 7 критериев, такие как человеческий капитал, развитие инфраструктуры, электронное правительство. В Чувашии 40% всех государственных и муниципальных услуг предоставляется в электронном виде. Функционируют образовательные и медицинские порталы, портал ЖКХ, открытых данных и по приему онлайн-обращений. Почти 800 сайтов органов власти, муниципалитетов и подведомственных организаций объединены на официальном портале правительства Чувашия кап.ру, средняя посещаемость которого почти 40 тысяч в день. В республике доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. Пять операторов покрывают территорию всего региона. Для агрария в Чувашии настает горячая пора. В районах республики начались весенние полевые работы. Чтобы успеть закончить все в срок, техника должна работать без сбоев. Как готов Чебоксарский район к посевной в нашем сюжете. Чебоксарский район сдает экзамен на техпригодность. Проверяются и тракторы, и сейлки. Требования инспекции жесткие. Наличие необходимых документов в соответствии к ключевым параметрам при прохождении ТО. В каждой машине должна быть аптечка и огнетушитель, а рабочие обязаны пройти инструктаж. От внимательного взгляда не ускользнет ни одна деталь. На сегодняшний день вся сельскохозяйственная техника, которая у нас намечена, будем привлекать на весенние полевые работы, основном готова. Где-то 95% готовности, в том числе и почвообрабатывающая техника. В основном хозяйство, которое именно работает по технике, у нас Атлашевский один из лидеров, который обновляет ежегодно технику. К весенним полевым работам агрария Чебоксарского района готовится давно. В их арсенале совсем недавно появился новый помощник. Таких тракторов всего три в республике. Приобрести их удалось по программе импортозамещения в Санкт-Петербурге. Машина обладает высокой производительностью, повышенной маневренностью и простотой в управлении. Внутри все сделано по последнему слову техники. Удобное кресло, широкий обзор и даже кондиционер. Тщательные проверки ведутся с начала марта. Как отмечают в гостях надзори, готова выйти в поле и начать работу практически вся посевная и почвообрабатывающая техника. По району, если в разрезы взять, разные показатели. Хорошие показатели на сегодняшний день по Комсобольскому району уже более 60%. По Баттерскому, Яльчевскому району, Чебоксарскому району тоже хорошие показатели. Они выше среднереспубликанского значения. Несколько ниже сегодня показатели по Шумерлинскому району, по Ресскому району. Там менее 20%. И вот эти показатели, они зависят в основном от назначенных графиков. До активной фазы посевных работ осталось совсем немного времени. И судить о результатах проверки можно будет уже скоро. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Помимо водоснабжения, отопления, электроэнергии, в квитанциях на оплату коммунальных услуг есть следующая строка. Содержание жилого помещения и текущий ремонт. Специалисты называют ее одной из самых закрытых. Если с текущим ремонтом все более или менее понятно, то с содержанием все не так просто. Попробуем разобраться. Возьмем для примера панельную девятиэтажку в северо-западном районе города Чебоксары. Местная управляющая компания определила тариф на содержание жилого помещения и текущий ремонт 14 рублей 85 копеек. Это значит, что хозяевам трехкомнатной квартиры придется заплатить 977 рублей. Сумма для большинства горожан значительная. Какие услуги входят в графу содержания жилого помещения? За что вы платите? С таким вопросом мы обратились к чебоксарцам. Ой, ничего не знаю. Смотрю, сколько написано, столько плачу. Нет, не знаем. А почему? Не интересовались? Платим и платим. Ну, содержание жилья, наверное, ремонт какой-то. Наверное, лампочки, которых в подъездах нет. Так, ну что, мытье полов, уборка на улице, думаю, так. Это через сколько-то лет, там через лет 40, когда дом уже на реставрацию должен, туда все уходит. Накопление идет, да. Капремонт. А если что, содержание жилья? Вы еще отдельно? Это я не знаю. Плачу и ладно. Интересный вопрос. Не задумывались? Не могу сказать. Этот же интересный вопрос мы задали специалисту. В строку содержания жилья входят все основные виды работ, которые должна выполнять управляющая организация для того, чтобы общее имущество на квартире дома содержалось надлежащим образом. Например, в части содержания получается место общего пользования, то есть это влажная, сухая уборка, мытье окон, подметание при домовой территории. Это, например, там подметание при домовой территории в летний период. На портале ЖКХ по каждой управляющей компании и каждому дому есть расшифровка статьи содержания жилья. Возьмем еще один пример. Дом по улице Николаева. Для него в тарифе значатся такие пункты, как содержание конструктивных элементов дома, обслуживание внутри домового инженерного оборудования, благоустройство и обеспечение санитарного состояния, затраты на аварийно-диспетчерские службы и другие. Однако даже при такой расшифровке остаются вопросы. Например, почему два схожих по конструкции соседних дома за содержание конструктивных элементов платят по-разному – 17 копеек и рубль 7 копеек. Там расчеты экономист предоставляет. Даже вроде одинаковый дом, два подъезда, четыре подъезда, в один в один стоит. У одного – 3200 квадратных метров, а у другого – 3100 квадратных метров. Вот и только из-за этого все зависит от площади. Потому что, смотрите, есть площадь однокомнатной квартиры, у кого-то там 30 квадратных метров, у кого-то 32-33 квадратных метров. У нас есть такие дома, вот, например, Николаева 11, 13, 15, 17 – они все двухподъездные и все имеют разную площадь. Что касается множества других пунктов статьи, то жильцы на общем собрании могут отказаться от некоторых или наоборот ввести. Это скажется на общем тарифе. Суть заключается в том, что каждый год управляющая компания выходит к собственникам с предложениями для того, чтобы они утвердили те виды работ, которые они хотят видеть. Они либо могут согласиться с предложенным тарифом, либо могут обозначить тот тариф, который считают они необходимым. Но он должен быть аргументирован. Не просто, то есть мы хотим, например, 10 рублей и все. Минимальный перечень работ, который необходим для содержания домов, обозначен в постановлении правительства России номер 290. Все работы, которые там указаны, оплачивать придется. Все остальное зависит от самих собственников. Только вот, чтобы влиять на ситуацию, нужно ходить на общее собрание жильцов. Другого пути пока нет. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Новочебоксарске простились с бас-гитаристом группы Любе Павлом Усановым, уроженцем города Спутника. Музыкант скончался после двухнедельной комы, так и не приходя в сознание. Павел попал в больницу после драки возле одного из московских ресторанов. Множественные ушибы, перелом кости черепа, травмы, несовместимую с жизнью. Коллеги по цеху, родные, близкие, да и все, кто был знаком с гитаристом, отмечали, что он был жизнерадостным человеком, настоящим другом, на которого можно было положиться. В сердцах каждого из нас Павел останется как одним из скромных, жизнерадостных профессионалов, интеллигентов. В последние годы Павел Усанов часто приезжал к себе на родину, и здесь он активно участвовал во всех крупных городских мероприятиях. Два года назад Павел Усанов стал одним из кураторов программы поддержки молодых талантов родного города. Новочебоксарские уверены, лучший способ сохранить память о музыканте – продолжить его начинание. В Чувашии продолжается расследование уголовного дела по факту пропажи Екатерины Кораблевой. К ее поиску привлечены большие силы и средства Министерства внутренних дел по Чувашской республике, а также опытные криминалисты Следственного управления Следственного комитета по Чувашии. В сети накануне разместили видеофрагмент от 18 апреля, на котором видно, что Екатерина Кораблева идет к своему дому, а за ней следует неизвестный мужчина. Кроме того, в соцсетях распространяются слухи, что нашли тело девочки. Следственное управление СКР по Чувашии напоминает жителям республики – не надо верить слухам и домыслам, распространяемым в интернете. Просим граждан проявить терпение и сохранять спокойствие, а не верить распространяемым в интернете, в том числе в социальных сетях слухам о том, что якобы тело девушки без признаков жизни уже обнаружено. Обращаем внимание, что следствие располагает и более поздней видеозаписью с другой камерой наружного видеонаблюдения, расположенной по ходу ее движения, которая зафиксировала, как девушка проходит мимо, и в течение длительного времени кто-либо за ней не следует. В связи с этим в целях избежания распространения слухов просим доверять только официальной информации и воздержаться от публикации недостоверных домыслов и догадок. Восемь школьников Чебоксар приняли участие в международном проекте «Ломоносовский обоз. Дорога в будущее». Культурно-просветительский проект стартовал пять лет назад. В годовщину трехсотлетия со дня рождения великого ученого и мыслителя 18 века Михаила Ломоносова. Его придумали ученики одноименной школы Архангельской области. Спустя некоторое время проект стал международным. В этом году в нем приняли участие 100 школьников из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Украины. Накануне участников «Ломоносовского обоза» из Чувашии чествовали в 59-й столичной школе. Дарья Иванова и Владислав Устяков в числе восьми чебоксарских школьников совершили научный марш-бросок, чтобы за две недели повторить путь Михаила Ломоносова из Холмогор в Москву. Участники, стартовав в Архангельске, посетили Емецк, Вельск, Вологду, Ярославль, Ростов-Великий, Переславль-Залевский и другие города. Для ребят были организованы различные встречи, экскурсии по музеям и промышленным предприятиям. Самым запоминающимся нашей поездки являлось посещение предприятия оборонно-массового комплекса под названием «Звездочка» в Северодвинске, где производят ремонтные работы, а также работы по модернизации подводных лодок второго и первого поколения. На данном предприятии мы познакомились, каким образом модернизируют данные подводные лодки. Для того, чтобы попасть в Ломоносовский обоз, школьники должны были написать эссе на заданную тему. По результатам был сформирован состав из 100 участников из России, Беларуси, Казахстана, Украины и Армении. Дарья Иванова выбрала для себя тему про Арктику. Арктика на данный момент является источником получения нефти и газа в нашей стране. Также глобальная проблема в Арктике – это таяние льдов. И я затронула как раз именно эту тему, связав ее с политикой. Ведь проблема в Арктике объединяет все страны. В этом году чебоксарские школьники в первый раз участвовали в проекте «Ломоносовский обоз. Дорога в будущее». В администрации города называют такой результат успешным. Благодаря целенаправленной работе с одаренными детьми в этом учебном году в Олимпиадах различного уровня приняли участие более 5000 школьников. Почти 300 стали победителями научных испытаний. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. 24 апреля в Чебоксарах состоится велопробег, посвященный 71-й годовщине Великой Победы. Регистрация участников запланирована с 10 часов утра. Старт будет дан в 11 часов. Обращаем ваше внимание, что на время велопробега ограничат движение и стоянку по Московскому проспекту. С 10.45 до 12.30. И на Красной площади, Президентском бульваре и улице Ленинградской, вниз от пересечения с улицы Композиторов Воробьевых, до 13 часов. Взглянуть на страницы истории под другим углом и понять, что изучать их увлекательно и интересно. В Республике прошла всероссийская акция «Ночь в архиве». Чем удивляли местные архивариусы? Смотрите в нашем материале. В Государственном архиве электронной и кинодокументации сюрпризы поджидают на каждом углу. Герои любимых фильмов, сошедшие с экрана, старинные фотографии, афиши и календари. Вся атмосфера пропитана духом советского и российского кино. Мы расскажем обязательно об истории чуварского кинематографа, о том, как создавались и Акимом Степановичем Максимовым Кошкинским в студии «Чувашкино» первые чуварские фильмы. Впервые открылась выставка кинотехнологического оборудования. Киносъемочные аппараты, фотокамеры, узкопленочный проектор и прокат на оснащение. Увидеть, как создавали фильмы в старину, может любой желающий. А в кинозале – посмотреть ретро-картины. В этом году к всероссийской акции присоединились и муниципальные архивы «Чуваши». В каждом из них представлена своя уникальная и познавательная программа. Это действительно вот такая попытка открыть и показать, что мы тоже живые. Архив – это не просто собрание каких-либо документов, но это в первую очередь, конечно же, история нашей республики, история нашей страны. В планах архива электронной и кинодокументации создать музей истории кино, причем при помощи горожан. Отдать в дар предметы и вещи, связанные с этим видом искусства, может каждый житель республики. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Понедельник, 25 апреля – день чувашского языка и день рождения великого просветителя Ивана Яковлева. Те, кто считают чувашские родным, могут принять участие в тотальном диктанте. Написать его можно в аудиториях Чувашского педауниверситета и Института гуманитарных наук. Диктант будет транслироваться и в эфире национального радио «Чуваши». Впереди вас ждет полезная информация. Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Компания «Инфолинк» – крупнейший оператор связи Чуваши, предоставляющий различные виды телекоммуникационных услуг корпоративным и частным клиентам. В их числе интернет, местная междугородняя и международная телефонная связь, а также кабельное телевидение. Компания «Инфолинк» никогда не стоит на месте и не перестает совершенствоваться, заботясь о качестве предоставляемых услуг. Компания «Инфолинк» вступила в ассоциацию «Ростелесеть», которая включает в себя 130 операторов связи из 38 регионов России. Ассоциация создана для совместного развития стратегии бизнеса операторов, технической правовой поддержки и пиар-деятельности. Основной целью деятельности ассоциации «Ростелесеть» является разработка и реализация комплексов согласованных мероприятий, связанных с перспективным развитием и совершенствованием кабельного и многопрограммного беспроводного телевидения России, непосредственным производством и распространением массовой информации, рассчитанной на общероссийскую, региональную и местную аудиторию. Очередным этапом развития компании «Инфолинк» считает вступление в апреле в Ассоциацию информационной технологии в Чувашской Республике. Таким образом, в компании стараются передать накопленные знания и получить опыт других организаций, работающих в этой сфере. Кроме того, Ассоциация информационной технологии в Чувашской Республике является стартап-площадкой для молодых специалистов и ученых, которые могут получить благоприятные условия для реализации своих проектов. «Свое первое мероприятие Ассоциации информационной технологии в Чувашской Республике проведет 5 мая 2016 года в Национальной библиотеке. Она приглашает к участию все компании города, всех, кому интересна сфера IT-технологий. Компания «Инфолинк» также примет активное участие в проводимом круглом столе. Будут освещаться важные вопросы, и мы надеемся на благоприятные, качественные их решения. Все, что мы делаем, все, что делает компания «Инфолинк» и Ассоциация, направлено на то, чтобы предоставлять качественные услуги вам, дорогие телезрители.